Здравствуйте, я нахожусь в Киеве на Контрактовой площади. Сзади меня начинается Андреевский спуск. Я буду не спускаться, я буду подниматься. Я люблю это место, Андреевский спуск. Почему? Я вообще люблю блошиные рынки, я люблю старинные вещи. И у меня есть небольшая коллекция таких старинных хороших вещей. Так вот, здесь можно купить очень красивые старинные вещи. Не только купить, можно просто полюбоваться, посмотреть, С чего начинается, допустим, Андреевский спуск, именно когда я буду подниматься. Там находится музей. Какой там находится музей? Одной улицы. Вот в этом музее одной улицы, там можно увидеть предметы старины. То, что мне нравится. Вот этот музей одной улицы. Ну, мы не будем здесь снимать, потому что у меня немножко другие планы. Я хочу вам показать немножко еще скульптурой. Итак, моя первая покупочка на Андреевском спуске. Такой миленький подсвечник. Видите, два красивых пёсика таких чудесных. И чудесная женщина, у которой мы купили этот маленький сувенир. Вот. А какой обычай. Видите, деньги передаются они из рук в руки, а кладешь на стол или, допустим, на то место, где женщина продается. И покупает, конечно, на почин сюда мужчина. Мужчина в легкой руках. И я вам желаю хорошей продажи. Всего вам самого доброго. Всего вам доброго. Спасибо вам тоже большое. Такая симпатичная парочка. Вот житловый будинок. Дом. 1885 год. Представляете, сколько лет этому дому. Конечно, он находится под экраной. Это сувенир украинский сальце. Посмотрите, настоящий, прямо с косточкой сальце. Украинский. Я вот так стану ничего. Вот так? Кокетничай. Да ну, так в моем можно себе, как кокетничай сказать. Не надо, молодая, красивая, и вода. Да, молодая, красивая. Конечно, не надо ручки. А как, вот так, да? Нет. Вот так? Хорошо, так. Молодой, красивой мадам. Дали примере. Настоящие янтарьные бусы. Значит, уступают, можно... А может ближе подойти? Вот я примерила эти прекрасные бусы. Это натуральный, натуральный янтарь. Это янтарь прошлого века. Видите, мне дали еще ляльку. Люди очень гостеприимные, очень приятные. Продавцы очень культурные и очень вежливые. Пожалуйста, меряйте, пожалуйста, покупайте. Покуда я стою, у меня очень легкая рука, кстати, очень легкая рука. То есть уже эти бусы можно продать за тысячу долларов. А в принципе просят одну тысячу гривен. Я тихонечко молчу, никому ничего не говорю. А почему-то, как я большая сумма, видите, очень много иностранцев. Они, в принципе, не ориентируются. Одна тысяча – это тысяча долларов, или одна тысяча – это тысяча гривен. Представляете? Так что мы сейчас можем продать очень хорошо эти бусы. Потому что не я, а женщина, которая продает. А вот лялька, украиночка. А вот дом номер 13. В этом доме был Михаил Булгаков. Мастер Маргарита, помните, все читали. Михаил Булгаков. Спасибо тебе за это. Вот на Древской обществе мы поднялись на светом лестнице и вынесли, что вы будете к себе в городе. Субтитры подогнал «Симон» Это, наверное, будет отдельное видео. Я прошу оператора, чтобы сделали отдельное видео. Пройти и не остановиться. Просто мимо я не смогла. Естественно, я сейчас что-то куплю. Куплю, конечно, по своим деньгам. По вкусу я бы все это купила. Тем более, смотрите, это мастер. Человек, который делает эти работы своими руками. Резьба по дереву. Ну, как можно пройти мило и как не купить такую вещь? Если это подарок. Я делаю сама себе подарок. И вам, мои дорогие подписчики. Посмотрите, какие прекрасные работы. Посмотрите, посмотрите на эти золотые руки, которые вот из этой, что это, как это называется, болванки, деревянная заготовка. И что здесь надо? Ну, ничего. Нож. Болванка деревянная. Заготовка деревянная. И человек делает такую красоту. Так, ключик уже готов. А это что, вы знаете, это варенье с картошкой? Да. Варенье с картошкой. Вилка. Все разбирается. И как мы его назовем? Это из-за того, я говорю. Не знаю. Тарас, наверное. Тарас. О, классно, Тарас. А это, наверное, рюмочка. Да. Вот и все. Чарочка тоже. Чарочка на украинском море. Так, вот это вот такая бумажка. Просто была у меня бумажка. Я получила вот такую красивую вещь. А вот это Андрейская церковь. Андрейский спуск. Андрейская церковь. Значит, нам не повезло. Видите, вот это на реставрацию. Поэтому мы поднимемся по этой лестнице. Мы не ведем. Видишь, что... Наверное, не поднимемся. Церковь не ведем. Но вы посмотрите, наверное, эту красоту со стороны. А потом... Что же, чем эта лестница знаменит? Ну, кто видел фильм «Задумя зайцами», да? Помните, да? Помните, наверное. Кстати, под видом скульптуре вы все вспомните. А это герои фильма «Задумя зайцами». Главный герой. Это Фроня Прокоповна и свет Голохвастова. Значит, у Фронечки на правой руке есть колечко. И те, кто хочет жить счастьем в любви и друге, конечно, сюда подходят и трогают за колечко, нужно его потереть. А также для того, чтобы было очень-очень хорошо в супружеской жизни, да? Что меня муж любил, и я его любила. Так у Голохвастова есть все жучок. Зучок тоже нужно потереть. И все будет в жизни хорошо. В семейной жизни будет. А тут и заметно, что у Голохвастова и у Фронечки носы-то блестят, и все почему-то их трут. Не знаю зачем, но я и тру. Вот они же такие блестящие-блестящие. Памятник, потому что везде очереди нужно занимать. Я выставила полчаса для того, чтобы только два слова сказать. Опять там людей, что фраз очень-очень много. Красота.